МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Италии пожелал Нурсултану Назарбаеву и всему Казахстану благосостояния и процветания. Серджио Моторелло поздравил главу нашего государства с победой на президентских выборах. В телеграмме итальянский лидер отметил, что плодотворное сотрудничество между Казахстаном и Италией, как в сфере традиционной энергетики, так и в других областях является верным направлением. Он подчеркнул, что под руководством Нурсултана Назарбаева продолжится укрепление отношений Казахстана с Европейским Союзом, а также связи между Астаной и Римом. Об укреплении двустороннего сотрудничества в поздравительной телеграмме говорил и президент Сингапура. Тони Танкин-Ян также поздравил Нурсултана Назарбаева со вступлением в должность президента и отметил, что между Сингапуром и Казахстаном всегда были теплые и дружеские отношения. Успехов в работе на ответственном посту пожелал Нурсултан Назарбаеву премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Глава правительства Великого герцогства отметил, что будет рад продолжить совместную работу с Казахстаном в целях укрепления существующих отношений. В телеграмме Ксавье Беттель также написал, что с нетерпением ждет возможность обсудить конкретные темы, представляющие взаимный интерес во время его официального визита в Астану. Депутаты парламента Израиля разделяют выбор казахстанского народа. По их мнению, электоральная кампания показала, насколько сильное единство казахстанцев. Итоги голосования свидетельствуют о том, что политика Нурсултана Назарбаева – это верный путь к стабильности и процветанию страны, говорят парламентарии. От имени государства Израиля хочу поздравить граждан Казахстана с тем, что они выбрали своим президентом Нурсултана Назарбаева. Я полагаю, что это правильный выбор, и мы поддерживаем его. Мы видим, как развивается совместное сотрудничество между нашими странами в самых разных областях. Мы очень рады видеть, насколько безопасно в Казахстане. Выборный процесс, завершившийся в Казахстане, стал поводом для размышлений ученых, политиков, общественных деятелей. Члены комиссии по контролю за выборами отмечают, что у населения страны проявило свою гражданскую активность. На избирательных участках была зафиксирована беспрецедентно высокая явка, что свидетельствует о единстве казахского народа. Меня само удивило и потрясло то единство, то желание жить мирно. Те очереди даже и возмущались, что почему такие очереди. Я говорю, ну невозможно распределить вам, в какое время прийти, чтобы удобно было проголосовать. Но это было волей излияния народа отдать свой голос за мир и добро этой земле. Казахстанцы сделали свой совершенно правильный выбор. И самое главное, казахстанцы показали единство народа и государственную власть. Они полностью, как говорится, поддержали политику главы государства. И 97,7% отдали свои голоса, 95,2% явка. Это никогда, по-моему, в истории не было. В своей речи на инаугурации президент Казахстана процитировал строки и сочинения октаусской школьницы. Свои мысли пятиклассница Карина Данилова написала еще в прошлом году. Ее сочинение опубликовали в областной газете. «Мне очень хочется всегда жить в благополучной и мирной стране», – написала она. «Чтобы не было войн. Мирное небо над головой – вот самое главное для каждого из нас», – процитировала в своем выступлении Карину Нурсултан Назарбаев. Девочка в этот момент находилась на занятиях в школе и узнала от учителей, что ее слова услышал каждый казахстанец. Прадеды Карины прошли Великую Отечественную и когда-то из-за военных конфликтов в Чечне и Таджикистане, где они проживали, переехали в Казахстан. Здесь все они обрели уверенность с завтрашним днем. Карина родилась уже в Актау. Девочка изучает государственный язык и отлично играет на домбре. Я была очень рада. Я в шоке была от того, что президент, голова Казахстана, вспомнил мое сочинение, прочитал. Я хочу, чтобы он всегда возглавлял Казахстан. Я очень люблю своего президента. Очень было неожиданно. Очень приятно. Мы ее всегда старались воспитывать в духе интернационализма. Она у меня еще в школу не ходила. Я ее старалась, чтобы она изучала казахский язык. И как могла она пыталась этого достичь. И следом за ней мы уже учились. Реформам быть в Таразе в парке первого президента в патриотической акции по случаю инаугурации главы государства Нурсултана Назарбаева приняли участие более полутора тысяч человек. Представители этнокультурных центров, молодежных объединений и просто жители города таким образом вырезали поддержку пяти институциональным реформам, предложенным главой государства. Жители уверены, что реализация планов позволит преодолеть глобальные вызовы. Его пять институциональных реформ – это будущее страны. Все вышли на площадь поддержать, участвовать в этом флешмобе, поддержать нашего лидера для достижения целей будущего нашего Казахстана. Студенты и преподаватели Кустанайского государственного университета наблюдали за инаугурацией президента Нурсултана Назарбаева. Как отмечает молодежь, стать свидетелями такого исторического события в режиме онлайн, пусть даже и по телевизору, очень волнительно. Задачи, которые озвучил глава государства, учащиеся в вуза решили взять на карандаш, так как считают, что в ближайшем будущем именно им предстоит воплощать их в жизнь. Победа президента – это победа молодежи, победа всей страны. Мы вместе с Ельбасы можем покорить еще много вершин, мы в это верим. Для молодежи есть много хороших государственных программ. Например, мы можем учиться за границей по программе «Булашах». Для тех, кто хочет трудиться в родных поселках, работает программа с дипломом в село. Сейчас у нас очень много возможностей. Победа – это заслуженное. И победа будет еще с нашим Ельбасы. Мы в это верим. Весь народ верит в это. И это самое ценное в нашей жизни. В Караганде состоялся танцевальный флешмоб, посвященный инаугурации президента. В нем приняли участие сотни молодых девушек и юношей. Сначала они исполнили танец, а затем дружно выстроились во фразу «Наш лидер». Так творчески карагандинцы обозначили свое участие в политической жизни страны и уверенность в будущем с вновь избранным президентом. Мы, казахстанцы, как убедился весь мир, единодушно проголосовали за нашего президента, за его политику, за пять новых направлений, которые будут притворяться в жизнь в этот пятилетний срок. А мы будем их поддерживать и беспрекословно выполнять. Это 24 Киезет, и мы продолжаем. Семь граждан Казахстана благополучно прибыли в Москву. Мадина Мухамеджанова с сыном и Светлана Кузина с четырьмя детьми сообщил в Твиттер официальный представитель МИД страны Алтай Абибулаев. Казахстанские консулы окажут привывшим всю необходимую помощь. На самолетах МЧС России из Непала также вылетели граждане еще восьми стран. Между тем, на оказание неотложной помощи пострадавшему от серии землетрясения Непалу необходимо 415 миллионов долларов. Такую сумму назвали в ООН. Теперь Всемирная организация настоятельно призывает страны-доноры выделить деньги. Эти средства будут расходоваться на протяжении трех месяцев. Деньги пойдут на обеспечение жильем полумиллиона человек, которые сейчас вынуждены выживать на улицах. Сейчас в медицинской помощи, воде и санитарных средствах первой необходимости нуждаются более 4 миллионов непальцев. Запрошенные у доноров деньги пойдут на обеспечение людей временным жильем, питьевой водой и оказание медицинской помощи. Напомню, мощное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале в минувшие выходные. Оно разрушило более половины районов страны. По последним данным, жертвами стихии стали 6 тысяч человек, пострадали более 10 тысяч. В Балтиморе не прекращаются демонстрации. В городе разграблены магазины, сожжены десятки автомобилей и домов. Марш протеста прошел и в Нью-Йорке, и несколько тысяч человек собрались на площади в Манхэттене. Митингующие требовали положить конец полицейскому произволу. Изначально демонстрация проходила мирно, однако, когда люди начали блокировать движение, полиции пришлось вмешаться. За нарушение общественного порядка задержаны несколько десятков активистов. Напомню, волнение в Балтиморе начались после смерти 25-летнего афроамериканца Фредди Грея, предположительно, от рук полицейских. Мы не хотим насилия. Это мирная демонстрация. Мы хотим, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы полицейские были более ответственными. Новые нормы на защиту экологии. Министерство энергетики совместно с мужелесменами и экологами готовит нововведение в Экологический кодекс страны, что продиктовано не только экологической обстановкой, но и международными обязательствами. В конце 2015 года в Париже под эгидой ООН ожидается заключение нового климатического соглашения. Одной из главных задач разработчики закона считают снижение выбросов углекислого газа. В Казахстане этот показатель вдвое превышает средний мировой уровень. Вводится квотирование, вообще выброса углекислых газов для всех тех, кто потребляет определенное количество энергетических ресурсов. Если ты превышаешь эту квоту, то ты должен или заплатить штраф за это превышение, или купить у кого-то квоту на рынке. Вводится экономический механизм, по сути дела, не просто штрафование, а чтобы было выгодно вообще экономить те квоты, которые тебе выделяются. В преддверии Дня защитника Отечества 9 мая толдокурганские десантники провели день открытых дверей. Они пригласили к себе войсковую часть ветеранов Великой Отечественной и старшеклассников, провели показательные выступления, дали пострелять из винтовок и развернули военно-полевую кухню. А фронтовики, в свою очередь, рассказали школьникам о войне и поделились своими размышлениями о жизни. Подробности у Адельхана Сахари. Десантники подготовили для ветеранов и школьников целое боевое представление. И стрельба, и прыжки с парашютами, и демонстрация мастерства рукопашного боя. Впрочем, фронтовиков, приехавших навстречу, такими трюками не удивить. Они и сами в прошлом десантнике. Курмантай Багбергенов в военные годы был разведчиком, совершал диверсии в тылу врага, освобождал от фашистов Ленинград, Венгрию, Австрию и Чехословакию. В свои 95 он все еще бодр, читает стихи и отлично поет. Хасам Бурамбаев в годы войны тоже прошел едва ли не полконтинента. Сначала попал на Дальний Восток, затем оттуда в составе 25-го десантного гвардейского полка отправился освобождать Украину и страны Европы. Ему и есть что рассказать нынешнему поколению десантников и тем, кому еще предстоит служить Родине. Сейчас молодое поколение живет в прекрасное время. Хотелось бы, чтобы это время никогда не исчезало, чтобы вот этот мир, покой всегда сохранился. Ветераны для нас пример для подражания. То, что они проливали кровь за Родину, не отступали, чтобы мы сейчас могли жить мирно, под чистым небом. Сам тоже хочу стать военным, служить Родине. Бывших десантников не бывает. Фронтовиков Курмантае Бахбергенова и Хасена Бурамбаева бойцы Талдыкурганской десантно-штурмовой бригады называют своими аксахалами и внештатными советниками. Знания и опыт, которые передают ветераны, помогают солдатам не только на учениях, но и в жизни. Адельхан Сахариол, Жасбой Басунов, Алматинская область. И на этом пока все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова